Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok уже хорошо опачки неплохо упоминаем управление пробел на надеюсь она того стоило это я столько с собой мечей таская охренеть нефритовое кольцо золото бомба с гвоздями вот пока мы будем краситься к нашему новому противнику я хочу кое-что сказать в самом самом первом видео я сказал такую вещь что дарфа у нас очень симпатичный орг для женщины плавать умеем давайте расправим умеем окей вот короче почитав фандом я понял что я дико ошибся что она у нас все-таки не орг а полу эльф и мне об этом в комментариях писали тоже вот большая правда ничего про нее не читал чтобы избежать спойлеров для себя же но по крайней мере теперь мы знаем что на полу эльф вообще даже немножко обидно почему нельзя делать красивых орков я люблю орков так прокрадитесь и убейте их двое как бы они не услышали меня на красиво сделано так да кстати напоминаю что на стриме задержка где-то в секунд 10 поэтому я не сразу могу видеть ваше сообщение если что так магия магия так закрываем по поводу стелса стелс прикольные стелс мне нравится он по край мере здесь теперь имеет смысл потому что в турде первым там в принципе он не нужен полукровку но хотя бы полукровка чё поделаешь все равно почему-то по какой-то причине все игроделы считают что орки обязательно должны быть страшные зубастые некрасивые не знаю я стараюсь но даже в том же в скайриме делать их прям 0 приятненькими хотя бы так а тут нас блин после первого первую часть очень непривычно он чё-то что-то можно взять стоит а вот мне интересно что это ты сейчас подобрал эту травку так я обобрал вот этого да ты не прыгай ты оббери его сначала портал а как же теперь без камней порталов как первой части который можно бросать где хочешь о знакомое оружие рогдор мы использовали не тот портал нас выбросило где-то у полуострова дарфа успокойся где она попала в капкан где-то на краю этого острова иди через портал громы твари паразитирующие восточная часть аль сорны они имеют обыкновение применять примитивные ловушки чтобы добывать пропитание еще немного и они заявят свои права на территорию нужно отвлечь их что ему за эльфов а то есть мы с ним будем нартар зовут этого чувака который видимо будет предателем потом у него прям все за все дадат задатки тут и так да я помню ты писал про дополнительные квесты слушай да всегда пожалуйста чем не мне не сложно поиграть в игру особенно в ту которую мне нравится так хотел а ну вот гномы в первой части мы их встречали а вот эльфов эльфов не было вообще здесь все начинается в этом тоннеле тебе наверняка попадутся громы во время битвы с ними не забывай отражать удары громы глупые поэтому даже если забудешь все что знал ты их победили как скажешь блин а почему меня перебросила я же хотел лагеря облутать он слишком долго ждал меня зараза ну ладно достаньте оружие как мне открыть инвентарь и ой прости сейчас убью союзника инвентарь нет блин а как а вот ff2 все я вспомнил так кольца так чтобы взять чтобы взять короткий клинок ну вообще я мечником люблю поэтому наверно я буду мечником а щит одеть не могу стоп а я могу три оружия сразу на себе таскать вон дубинка меч и еще где-то там кинжал у него прикольно не-не-не-не-не-не я так не хочу давайте тогда поменяем дубинку на второй меч по мастер двух мечей будут блок на мышку блок на мышку а вот у меня куча книг на особенности брони архитектора анталора а я все это не считал разве два мира два разработчик а это типа тип такая пасхалка от разработчика да блин это очень несчастно напоминает ну skyrim ну или хотя бы моровинт на худой конец а кустов алхимика ну давайте все так быстренько сейчас уже так и чистила технология так особенности брони защита от яда защита от электричества так ладно ну я думаю это в принципе читать то необязательно все только мне по моему бонусы никакого не дали или далее мне что-то далее как как это увидеть а у а вот кристаллы очков а честно и с ними делать а они сюда вставляется в кольца на вижу и в амулет можно вставить все понял так давайте будет блин а как как его перетащить у меня есть какой-то dlc но по-моему как-то не так называется счет там про пиратов по моему а все потом научат ланом короче не будем долго париться ой блин ах ты ублюдо я смотрю ты не совсем заржавел ну все было не так уж сложно хорошо но помни блокировав удар противника ты можешь немедленно контратаковать не забывай об этом ладно спасибо спасибо между прочим мы там в первой части мир спасли и одолели большого страшного демона он еще что-то рассказывать будет щегол так клинки но блин скоро перевес будет что ты ходишь виляешь задницы своей и монстры так погнали ставим оружием а гром не блокирует мои удары молодец человек но будь осторожен когда перейдешь у щелья встретишься с противником посерьезнее этого пушечного мяса и что не забывай о том как пробивать блоки это тебе поможет попробуй в следующий раз пробивать блоки попробуем пираты летучей крепости а да блин мне кажется я же там помню на высокой не на высокой сложности игра мне кажется это мне даже не пригодится вот это парирование ну по сути это получается парирование да у нас когда мы контр хотя нет парирования другое ладно неважно блин ну с точки зрения физоны и графона игра прям похорошела очень и даже в принципе можно было оставить старую графику разрушите защиту врага с помощью навыка пробивания блока ну ой 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 отлично теперь сдвинет это дерево пусть громы сдохнут а потом за дело примутся на ртар с гортариусом будет сделано выглядит не сложно так надо облутать этого чела может я с ним а вот кстати и минус игры мне кажется первый нашел прям такой минус минус наверное а открыть вот раньше например мы могли все стянуть с врага любой доспех ну правда если это там предназначено для человека вот даже сорков помню можно было снять их доспехи а вот с этого с грома можно только там всякую фигню и по оружию и расходники это мне кажется небольшой минус блин а их облутать можно теперь нет нельзя блин а еще один минус ну хотя может быть это конечно в обучении только такая фигня но почему-то мне не дают пройти туда куда я хочу что за бред в первой части можно было ходить везде молодец молодец человек ты нам серьезно помог но глянь-ка громы решили на тебя поохотиться прикончи их с помощью этого лука постараюсь так а а а они что самонаводящиеся что ли мастер мастер просто мастер 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 а то есть они как в первой части остаются да так включите режим прицеливания а во и нажать икс две стрелы блин как это сложно не я не буду стрелять из луков нажм наметьте цели правая кнопка мыши раз два я это не запомню просто молодец слишком стар стал теперь возвращайся в лагерь пойдем так ну ладно они наверное нам все равно не дадут их облутать поэтому пошли в лагерь о неплохо знакомая дамочка увидеть каков ты в битве Нартар сумел захватить пару разведчиков из враждебного племени а тем временем Гартариус справился с ловушкой теперь Дарфа ничто не угрожает хорошо что я был под рукой ну и когда я должен встретиться с твоим пророком когда она будет готова а теперь иди поговори с Дарфа теперь она за тебя отвечает дарфа за меня отвечает она мой типо куратор окей а ну ладно если можно просто пока обучение непонятно что можно и что нельзя поэтому сейчас оно закончится и мы уже будем тогда по нормальному все как в первой части делать блин а то что с магией плохо вернее меньше стало это хуже потому что я-то привык в той по крайней мере в первой части бегать с мечом и с магией а луки мне вообще как-то ну вскоре ими может быть они мне нравились да прицеливание удобно а так в принципе я не лучник ни разу так довольно неразумно позволять громом подбираться прямо к твоему лагерю громы падальщики добивающие раненых и больных в основном они стараются не выходить за пределы своей половины острова и охотятся на слабых к тому же они настолько разобщены что не представляют серьезные угрозы отлично у них должно быть какое-нибудь снаряжение которое бы мне пригодилось мне потребуется целый арсенал чтобы вернуть киру не глупи ты слишком слаб и станешь легкой добычей громов пророку ты нужен живым хорошо вот мы и встретились красотка вот уже начал ты выглядишь для девушки у которой лодыжка застряла в ловушке как ножка не болит? я здорова спасибо за заботу а раз уж ты еще дышишь пусть Гартариус принесет зелье исцеляющие любые раны рад это слышать Рагдор сказал что ты хотела меня видеть да нам надо идти она так долго тебя ждала кто? пророк а ну да конечно что ж пойдем успокойся раз уж она ждала несколько лет пара лишних минут погоды не сделает может идем же хорошо хорошо спокойно красотка не ну он как-то прямо активно ее кадрит прям очень активно я то не против но он это делает как-то не умело такой знаете эдакий парнишка который вот только-только насмотрелся видосов по пикапу и начинает вот это все просто вот выплескивать весь поток своего сознания забавно просто если как бы в первой части главный герой он такой как бы ну как мне казалось он мужик суровый то здесь он больше похож на ладно не буду короче то здесь он похож на такого но немножко начинающего такого путешественника то есть он вот прям у меня такая аналогия сейчас возникла с фейбл когда еще главный герой был юный и учился в академии вот что-то похожее мне кажется так бобуры есть нет но есть стрелы а ладно все возьмем там уже будем думать от чего отказываться о магию надо обязательно блин лук 2 кило весит офигеть так теперь то я могу спуститься да вроде как да так кинжал жезл а у нас получаются получаются толчины они бесконечные так что ли так что ли а они будут стражники будут агриться если они меня ну то есть они прям будут нападать или они сначала предупреждение сделают типа блин а мульет одеть не могу не на все это я взять не могу мне это все брать и не надо у меня вон мечей куча одинаковых так вот колечко мы возьмем массивная палка нафига вот не палка так что тут еще есть золото топор щит грома кстати щит можно взять мне кажется его даже раньше открыть можно будет да или может быть ходить как этот мастер двух мечей все таки так левая кнопка мышка начать взлом интер попытка авто взлома вот засада да 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 я длину уже видел я видел эти параметры новые но я так понимаю что самое длинное оружие это двуручное и там всякое типа древковое вот я как бы не охотник такого оружия как взломать эти замки я не понимаю чё вам какая звезда а уровень 20 да вижу да 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 так вот объясни мне лучше как взломать замки все остальное это это понятно это там параметры это все потом можно посмотреть внимательно изучить а вот как как взломать замки я так вообще не понял нажимать мышкой в щели она не нажимается в общем фишкой там правой нужно или левой кнопкой левая кнопка начать взлом правое это менять направление парить ну вот я в прорези нажимаю ничего не происходит а за зуб подожди а зазоры какие нижние или верхние по идее нижние должны быть нажимаем мышкой в щели ну я нажимаю ничего не происходит то есть он даже ну как то не дергает ей ничего вот есть и есть тут зазоры они сверху есть и снизу я так понимаю что нужно как-то их сопоставить ну а удар он вообще ничего не делает вот смотри нажал а нужно на верхние все понял все осознал понял все нужно было на верхних выемках подцепляешь и крутишь так чтобы они совпали все просто по моему когда я проходил обучение мне об этом никто не рассказал в обучении так вообще мне нужно оружие поменять я не хочу ходить с луком мне нужны мои два меча пока что убьем этих громов где они а я ведь вас предупреждал ух ты ай ой 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 вы ранены выпейте исцеляющий эликсир на n блин да блин да блин да я не успеваю два наши заразы ай блин все убили меня собаки так что автосохранение да наверно наконец то ракдор мы использовали не тот портал нас выбросило где-то у полуострова дарфа успокойся где она стоп 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 я я я это уже проходил нет а все по новой блин надо было сохраниться а ладно по новой да 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 так лучше разберемся поскорее снова читаем все книги так а вот теперь далее камни отлично а почему я не могу теперь мечи свои надеть а сигу все на мне кольцо было во отлично да я смотрю ты не совсем за Ой, так, свернул игру зачем-то, да чё она сворачивается? А почему этот диалог я не могу пропустить? Странно. Короткий. Не, короткий мы точно мечи собирать не будем. Не надо, а не мне. Так, ну давай я хочу контратаковать тебя, бей меня. Зараза, куда ты отходишь? Молодец человек, но будь осторожен. Когда перейдёшь у щелья, встретишься с противником посерьёзнее этого пушечного мяса. И что? Не забывай о том, как пробивать блоки. Это тебе поможет. Попробуй в следующий раз. Ну давай. Я это уже от тебя слышал. От тебя. Так, грибы. Какие там. О! Это был контрудар. Контрудар, да, у меня получился? Груто. Теперь сдвинет это дерево. Пусть громы сдохнут. А потом за дело примутся Нортар с Гартариусом. Будет сделано. А, пробел этого как в первой части, да, вот этот ультимативный, который спасает от любого вообще удара. Ну-ка. Капканчик. Сломанный кинжал. Нафига мне сломанный кинжал? А, во, всё. Уклонение. Понял. Да, я, короче, понял, что без брони, наверное, мне пока против двоих противников соваться не будет. наверное не стоит ну или почаще юзать отскок назад громы решили на тебя поохотиться прикончить с помощью этого постараюсь а сейчас можно пропустить диалог понимает чем дело я каким очень хорошо так зажать левую нажать x on 2 этого и молодец пойдем интересно я могу свалиться с бревна проверять правда это боюсь мало ли все сначала малый эликсир защиты чего-то там духа сам сам составлять заклинания самое сложное для меня была система заклинаний в аркс фаталис вот там просто такая трешня стоишь на месте рисуешь сам сигилы в воздухе блин конечно это прикольно но но напряжно надо долго тренироваться чтобы нормально рисовать я не знаю всадник есть может играл в аркс фаталис наверняка помнишь эту систему рисования и знаков не терпится увидеть каков ты в битве да воду я уже видел артар сумел захватить пару разведчиков из враждебного племени он даже рыбешки плавали временем гортариус справился с ловушкой теперь дарфа ничто не угрожает хорошо что я был под рукой довольно не разум мы это все уже слышали что хорошо вот мы и встретились красотка отлично выглядишь для девушки у которой лодыжка застряла в ловушке как ножка не болит я здорово спасибо за заботу рад это слух блин голос хорошие подобрали для нее идем же хорошо мне прям нравится так не пусть дарфа еще чуть-чуть подождет раз мы все-таки сходим залутаем тех мертвых громов нам нужны деньги и уже тогда не будем там они это надо еще попытаться взломать и замок научиться да правильно надо сходить туда потом можно же и к нашей полу эльфики бомбил системы магии какой-то world и или арка аркс фаталис так бабки он возьмем бомбу они по-моему продаются неплохо но по крайней мере в первой части я кстати сейчас вот сижу слушаю музыку мне нравится и я пытаюсь вспомнить музыку из первой части и я не могу ее вспомнить я помню только вот на главной заставке надо будет запустить у меня первый ту ворот установлю хотя бы послушать какой там был музон так призыв а я люблю магию призыва так ну чё пробуем еще раз а нужно все ура взлом удался один гриб в сундуке что он там делает я-то думал там там деньги там золото так туда мы не пойдем там слишком неизведанные для нас земли пока что давай поднимайся хотя у нас ночь наступает аркс даут игрушка сама по себе интересная клевая но блин система магии там конечно она задалбывает хотя многим нравится фанатам игры блин не хочу хотеть все время забываю что надо убирать так 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 а я хотел два меча кстати всадника тут на каждое на каждый палец можно одевать кольцо потому что я помню например скайриме там можно было только на одну руку одеть одно кольцо благо моды это исправляют я помню поставил мод и чтобы на каждом пальце можно было хотя по колечку ну то есть это объективно это правильно у нас кто такой гортариус тебе повезло что она жива а теперь займись своим делом вот мы и на месте мост за мной ведет прямо к чертогам пророка я бы не был так уверен что если это мост в никуда нифига себе для орка он достаточно мощный маг проклятые неквиши ты это о чем похоже они вновь пробудились их магия мешает моей спустимся в люк найди их и убей и тогда я смогу ступить на этот проклятый мост хорошо давай запомни это волшебное создание ты не причинюшим вреда обычным оружием вот возьми посох ты наверняка знаешь как его использовать против этих врагов лучше всего применять огненный заряд спасибо ммм а так он обычных скелетов называл некрис некрисами блин в ммм а но но а а а а а а а а а все а это а а и а и а а а а а а а Пока ты внутри кольца, метрисы не причинят тебе вреда. Спасибо за совет. Угу. То есть нам нужно переключиться на заклинание номер два. Да. Что тут у нас? Вкусный мозг. Возьмем, для чего-нибудь пригодится. А, ну никто... Короче, я думаю, что костные мозги мы у них... Заперто. А я ведь вас предупреждал. Так. Ой-ой-ой. Ах ты ублюдок! Ах ты ублюдок! А, я не достал его. Приятно было познакомиться. Здорово! Ну, что-то магия какая-то не очень прям... Эффектная. Удивление ловок. Для человека, разумеется. Пора возвращаться. Хорошо. Так. Имеет смысл их лутать? У них одно и то же. Не, не буду пока. Пошли они туда подальше. Может быть, тут есть сундук? Какой-нибудь. Нет? Нет, сундука здесь нет. Но здесь есть дверь, которая закрыта. А теперь она открыта. Окей. Полезная штука. Книга-навыка мы взяли. Ну-ка. Книжка-навыка. Это хорошо. Блин, а я правильно понимаю, что нужно все книжки пролистать, и тогда, типа, она будет считаться прочитанной? Может быть, на всякий случай, так с каждой сделаем? Мало ли. И я все еще первого уровня, но сейчас уже почти, почти финал. Сейчас мы получим уровень. Книга о магии воды. А это еще кто такой? А, это этот, блин, как забыл? Забыл. Забыл, короче, как его зовут. Но я помню. Доступен навык магия воды. Кстати. Огненный заряд, огненный поток. Призыв, огонь. Пила. А, тулок. Во, как он зовется-то. Вспомнил. Держитесь подальше от тулока, он выглядит враждебным. А смогу ли я его загасить сейчас? Моим уровнем. Блин, я на него налетел сам, случайно. Так, ладно. Он вроде не успел меня ударить, больно. Так, перейдите в раздел магии. Вот это что ли? Нет. Откройте амулет с заклинанием огненный заряд. Замейте карту огня, карты льда и закройте амулет. Огонь. А, вот о чем ты говорил, да? Вот это вот создание. Типа это доп. урон, я так понимаю, да? Усиление. Это сам... Ну, стихия получается, а это тип. Заряд, отражение, рассеивание. Ну, допустим. Быстро. Это было быстро. Теперь моей магии ничего не мешает. Что ж, смотри. С удовольствием. Так, смотрим еще раз. Блин, нехило. Так-то. Даже наш главный герой такого не умел. В первой части. А он был не... Не слабым маном. Я бы сказал. Все, дедушка спекся. А, не. Нормально. Делай, что тебе говорят. А где Дарфа? Она же там со мной, по идее, должна была чапать, нет? Подойди. Кто это? Какая женщина. Красивая. А, это же Аракул, блин. То есть, это пророк? Пророк. Ну, наконец-то ты явился. Можешь встать с колен. А ты не так жалок, как я думала. Ну, спаси его. Я... Спасибо. Пора представиться. Меня зовут Касара. Сколько? Сколько я... Боюсь, много лет. Мир сильно изменился. Почему ты освободила меня? Мы узнали, что твоя сестра Кира находится во власти Азерааля, огненного бога Анталора. Гандахар лишает ее энергии с тех пор, как ты оказался в плену. Он использует силу, чтобы удерживаться на троне и сохранять титул императора, уничтожая всякого, кто выступает против него. Да-да-да, я тоже вижу бугорки. Нарисовали специально. Если бы мы этого не сделали, то погибли бы все разом. Твоя свобода – это все, что мы могли себе позволить. Но ты же поможешь ей. Поживем – увидим. Гандахар выкачивает силу Киры, и это может быть губительным для нее. Черная магия ослабляет ее тело, а Гандахар становится могущественнее. Ее нужно забрать из замка как можно скорее. Она мне Малефисенту напоминает чем-то. Что? Я обладаю даром видеть то, что произойдет в будущем. Иногда мне бывает нелегко это принять. В стенах замка Вахмаар таится величайшая угроза. Если не помешать Гандахару, твоя сестра станет далеко не единственной потерей. И ты все это видела? Подойди. И все узнаешь сам. Ну, кстати, пять лет не так уж и много. Я ожидал, что прошло больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нет, мурашки не пробежали, но выглядело прикольно. Прежде чем идти, возьми на столе слева от меня достойную одежду. Твоя никуда не годится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достойная одежда, это как у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С голым пузиком ходить. Так, у вас новый уровень очки-характеристики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выносливость, сила, меткость, сила воли. Повышает ману, то есть сила воли это у нас маг, меткость это у нас стрелок. Увеличивает здоровье, вместимость арсенала. О, пригодится. Блин, может все-таки не мечника качать, а мага? Да-да-да, она говорила про книгу. Угу, я понял. Не надо мне каждый шаг говорить, что делать. Так, блин. Ну пока, ладно, пока танка будем качать, там видно будет. Так. Во-первых, Анда, она говорила про одежку. И книжка. Вон она, вижу. Да хватит тебе прыгать. Надо ее прочитать, наверное, будет. Так. Вот книга. О подлом приеме, наверное, это она, да? Да, она вот подлый прием. Хорошо. Блин, красивое место. Почему не сделали третью часть, я не понимаю. Вот эта вторая была неприбыльная или что? Вроде неплохая игра. Так, кожаный доспех, кожаные сапоги. Так, ну вот этот тряпье можно выкинуть. Оно его и не продашь, и оно только место занимает. Ну-ка-с. Ну вообще, все равно на оборванца похож. Ну ладно, хоть так. Так, только пусть будет оборванец с двумя мечами. Как Геральт. Подти жопой крутить. Достал. Парок сказала, что у тебя есть кое-что. Для моих вещей. Да, следуй за мной. Вот это может пригодиться, когда стемнеет. Так, факел. Надо, наверное, его сразу одеть тогда. Так. Куда она мне факел впихнула? Да, что ли? Так, вообще уже 50 минут. Надо заканчивать. Сейчас мы куда-нибудь с ней дойдем. Да, шевелись ты! Ух ты! А, или мы здесь уже были, я сейчас не помню. Не, мы здесь не были. Нет, давай! Тут никакие книжки еще не лежат. Случайно. Эй, погоди. Так. Нет, вроде тут не лежит ничего. Давай, веди. Да, потом надо будет этим заняться. Настройкой нормальной всего. Вот мы и пришли. Ничего особенного, но это настоящий дом. Тихий островок в бушующем океане. Лучшее место, чтобы хранить свои вещи. Защищенный остров? Разве сундука с крепким замком недостаточно? Времена нынче неспокойные. Похоже, теперь каждый носит в кармане отмычку. Люди хотят есть, даже если их карманы пусты. С этим не поспоришь. Осмотрись, если хочешь. Встретимся здесь, когда ты будешь готов. Не поможешь мне освоиться в комнате? А то вдруг я потеряюсь. Мало ли что. Ты справишься. Я в тебя верю. Ты так жестоко. Ну да, ну да. Дай мне знать, когда будешь готов. Всегда готов, красотка. Когда будешь готов отчалить. Боже. Средневековый пикап, он такой беспощадный. Так, что тут нам предлагают взять? Малый эликсир здоровья. Берем. И зелье. А сюда мы будем складывать, видимо, барахлишко. Книга магии воздуха. Монеты. Кожа, ткань. Сталь. Мясо. Так, мясо, видимо, не портится у нас, да? То есть можно его с собой спокойно таскать. А как сразу все забирать? А, на... На шифт, да? Да. А, ну все остальное закрыто. Ну, в принципе, я думаю, на этом тогда можно стоит закончить. Дальше уже по сюжету не пойдем пока что. Вот. Да. Надо будет потом поставить. Я вижу, у нас цифры 4, 5 свободны. Надо будет это как-то все... Ну, можно даже сейчас попробовать. Зелье и факел. Зелье там на какие-то цифры забито, но мне не очень удобно. А, на N и на M что ли? Так, назначить клавиша 4. Будет у нас карта... А... Факел, факел, где факел-то? Здесь, да? Допустим, будет на... Насколько? На девятку можно? Или на ноль? Или будет ноль вообще? Карты мы пользуемся часто. Задание, репутация... Ачевменты нам нафиг не нужны. Вот, прочитаем воздуха книжку. Да и в принципе все. Ладно, пока на этом хватит. Надо сохраниться. Ну, допустим, сюда. О, дома покупать я люблю. Надо будет, да, прикупиться. Будет здорово. Да, ну, посмотрим. Как бы... Сейчас вот стрим был, да? И... Ну, ты один здесь. Так что, не знаю, имеет ли смысл стримить эту игру. Но проходить, конечно же, дальше я ее буду. Вот, и постараюсь в скором времени тогда выпустить новую серию. Вот. А насчет стримов, ну, надо подумать. Надо подумать, если честно. О! Димка под конец пришел. Ну, прям на последних словах. Здравствуй. Да, всадник правильно говорит, что уже все. Уже все закончилось. Кофе у меня закончилось, блин. У тебя, видимо, не было оповещения, да? От ютуба. Блин, ютуб, конечно, меня расстраивает. В плане показов, оповещений. Но зато в последнее время радует в плане подписчиков. Это прям приятненько. Кстати, Димка, с тебя лайк, не это... Ты так просто не уходи. Ну, насчет быстрее, ну, как получится. У меня сейчас планов, планов много. Постараюсь, конечно, мне игра нравится. А если мне игра нравится, то я стараюсь сам ее быстренько проходить. Так что... Просто по занятости посмотрим. Блин, печально. Слушай, и Паша, видимо, не приходит. Надо что-то думать. Надо как-то придумать оповещение какое-нибудь удобное для всех. Не знаю, может, Дискорд. Телеграм. Надо подумать. Ладно. Пока это не важно особо. Поставил? Спасибо. Короче, товарищи. Рад был с вами пообщаться, повидаться. Вот. Рад был... Поиграться в эту игру. Вот. Увидимся, короче, на следующих стримах. Да, слушай, даже если я что-то пропущу, это не сильно страшно. Это же, блин, не... Я же не врач-хирург, да, который делает операцию на сердце. Это игра, можно что-то и пропустить, и будет, ну, не критично. Тем более у меня невысокий уровень сложности, так что... Я думаю, дискомфорта испытывать не буду. Так что все окей. Переживай. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения. Увидимся. Игорь Видальевич. Субтитры сделал DimaTorzok